Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Толкуем Писание, читаем Писание Ветхого и Нового Завета с порталом экзегет.ру. Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие», третья глава этого сочинения. Во вступлении в книгу «Второзаконие» мы находим описание истории. То есть главная часть книги «Второзаконие» посвящена тому, что Моисей излагает основы закона, поэтому называется «Второзаконие». Там есть разные монологии, большие слова Моисея. Но это собрание речей предваряется еще, впрочем, одной из этих самых речей. Но речь рассказывает об истории, о том, как Израиль подошел к Иордану, выйдя из Египта, и когда Израиль оказался вот-вот на подходе к тому, чтобы оказаться народом, захватывающим, покоряющим Богом обетованную, обещанную им землю, землю ханаанскую. Во главе «Второй» рассказано было о том, как Израиль и Моисей прошли сквозь земли Муавитян, Эдумитян, Аммонитян, и ничего им плохого не сделали. Основания следующие. Это были родственники иудеев, родственники, потому что это были потомки то Исава, брата Иакова Израиля, как Эдумитяне, то это были потомки Лота, племянника Авраама, как народы Аммонитяне и Муавитяне. А вот дальше описывается то, как начинается завоевание земли в Трансиордании, и первым объектом такого завоевания оказывается земля царя, которого звали Сихон. И вот с этим Сихоном описывалось сражение израильского общества в конце второй главы. В главе третьей рассказывается дальнейшее завоевание, и новый враг, мешающий Израилю пройти дальше, это есть царь Ог-Вассанский или Башанский. Итак, читаем. Повернув, мы пошли по дороге, ведущей в Башан или в Вассан, более привычное название этой местности. Ог-Царь Вассанский вышел нам навстречу со всем своим войском и вступил с нами в бой у Эдреи. Господь сказал мне, не бойся, я отдаю в твои руки и его самого, и все его войско, и его страну. Ты поступишь с ним так же, как с Сихоном, аморийским царем, правившим в Хэжбоне. Господь наш Бог отдал в наши руки и Ога, царя Вассанского, со всем его войском. Мы перебили их всех до последнего. В ту пору мы овладели всеми его городами, мы захватили все города до одного. И это 60 городов, вся область Оргов, Вассанское царство Ога. Все это были города, укрепленные с высокими стенами и воротами на запоре. А сверх этого множество неогражденных селений. Мы предали их заклятие и уничтожили, поступили так же, как с Сихоном, царем Хэжбонским. В этих городах мы стрибили и мужчин, и женщин, и детей. Вот описывается то, как евреи захватывают землю Вассанскую, где верховодил, руководил царь Ог. Повторяется история, которая была прежде описана в главе предшествующей, где рассказывалось о завоевании земель царя Сихона. То же самое. Выходит царь, выходит его войско, сражения происходят, Бог на стороне Израиля, Бог руководит этим самым сражением, и исход битвы, он очевиден, побеждают евреи. А после этого возникает то, что мы уже комментировали в лекции, посвященной главе второй книге «Второзаконие». Повторяться мы не будем, обращаем внимание наших зрителей на главу вторую этого сочинения, где мы разбирали и комментировали обряд, понятие, феномен, так называемое херем или заклятое. Это когда Бог нечто обозначал заклятым, как заклятое, это были населенные пункты, города, либо села, и все, что было там, дескать, нужно было уничтожить. Иногда это было все целиком, и скот, и недвижимость, и вещи, и люди. Или бывало, как вот сейчас, или как в случае с местностью, где правил Сихон, там, где убивались лишь дети, взрослые и женщины, и мужчины, короче, лишь люди, жители этой земли. Ну, скажем вкратце, что, наверное, все это имеет отношение в большей степени к историософии, представлению о том, как должно было все это происходить, чем к реальности. Маленький аргумент таков. Мы не находим, археологи не находят массовые захоронения, где были лежали кости мужчин, женщин, детей, вперемешку, потому что однажды пришли евреи, и всех зарезали. Раз нет этих захоронений, нет больших этих, больших кладбищ убитых людей, то, видимо, понятие херема практиковалось не так масштабно, не так массировано, как об этом нам возвещает книга второзакония. А весь скот, захваченный в городах добычу, мы оставили себе. Вот такой вот выборочный херем, скот и добычу себе, а людей под нож. И так в ту пору мы завоевали земли двух амарийских царей, правившихся Иорданом, земли от Арнонской долины до горы Хермона. Седаняне называют ее Сирион, а Марий – Синир. Все селедние плоскогорья, весь Галат и весь Вассан, вплоть до Салхи и Эдреи, кородов Вассанского царства Ога. Ог, царь Вассанский, был последним из рифаимов, а ложа его железная. Сейчас оно в рове Амонской, оно девяти локтей в длину и четырех в ширину, в обычных локтях. Ну вот описывается завоевание в Трансиордании, которое сделали иудеи, когда еще Моисей был их начальником, когда еще не вошли ни в Канаан, Иордан не пересекли. И вот описываются эти земли, это и Галат, и до горы Хермон, и Плоскогорье, все то, что было завоевано евреями. Требует комментарий, стих 11. Описывается Ог, царь Вассанский, как последний из рифаимов. Об этом мы уже говорили, так называемые рифаимы, либо сыны Энаковы, другие были названия этого народа. Это какое-то предание о том, что тут раньше в Ханане жили какие-то великаны, люди особенно могучие, особенно сильные, особенно рослые, выносливые, обученные военному искусству. И вот утверждается, что Ог, царь Вассанский, был последним из, видимо, местных рифаимов. Ну, видимо, большой человек, сильный воин, красивые доспехи, и, возможно, из-за лика он оказался действительно человеком высокого роста, настоящим рифаимом. Конечно же, еще были большие головные уборы, которые имели своим эффектом визуального увлечения роста человека. И вот указано еще тут какое-то еще ложе, его железное, находящееся сейчас в райве Омонской, которое имело большие размеры. Ну, например, значит, в длину оно было 3 метра, в ширину это ложе было 2 метра. Вот такие размеры указаны. По мнению комментаторов, возможно, имеется в виду не ложе, а саркофаг, который видели некоторые из живущих в более поздние эпохи евреев. И вот размеры саркофага, возможно, и породили представление о том, что Ог, хозяин саркофага, был великаном, гантом большего, чем наш роста. «Земли, которыми мы овладели в ту пору, начиная от Ора-Ароэра, что над Орнонской долиной, и включая половину Галаатского Нагорья с его сирениями, я отдал племенам Рувима и Гада. Остальной Галаат, а также весь Вассан, царство Ога, я отдал половине племени Моносии. Всю землю Оргов, весь Вассан прежде называли землей Рифаимов. Но Яир, сын Моносии, овладел всей землею Оргов, вплоть до границ с гешурсами и махейцами и назвал ее своим именем. Так что и по сей день Вассан называют Яировыми деревьями. Махиру я отдал Галаат. Племенам Жарувима и Гада я отдал землю от Галаада до Арнонской долины за границей по дну долины и до реки Ябок, за которой живут аммонитяне. Кроме того, я отдал им Ораву с границей по Иордану от Кенерета до Аравского Мертвого моря и до склонов горы Фазга на востоке. Ну, дорогие друзья, нам, конечно же, все это набор каких-то слов непонятных, незнакомых, и нам неясно, зачем все это было написано однажды автором этого текста. Но, дорогие друзья, все это написанное имело для своего существования очень резонные причины. До сегодняшнего дня, дорогие друзья, самым важным вопросом в земле палестинской, израильской, есть вопрос земли, вопрос границы. Где кто может жить? Какое население, какой народ, какая семья имеет право на эту землю? И вот тут мы находим то же самое. Указано очень детально, где какое племя, племя израильское, имеет право жить, где чья земля. И вот тут начинается уже раздел земель между коленами, племенами израильскими. А именно указано три колена, три племени, племя Рувимова, племя Гада и племя Моносина. И вот указаны все земли, которые могут населять члены этого племени того или иного колена. Ну, например, Моноси отходят с северной земли, северный Галаад и Васан, там, где правил царь Ога. Гаду отходят южная половина Галаада от Хешбона до реки Иавок. Наконец, Рувим получает землю к югу от Иавока, этого частично Моавитская территория. В ту пору, читаем дальше, я дал этим племенам такой наказ. Господь, ваш Бог, отдал вам во владение эту землю, но вы, воины, должны идти на бой впереди всех сынов Израильевых. Смысл этого стиха понятен. У вас уже есть земля, Рувим, Гад, Моносия, колено, поколения, племена Израилевы, но и что? Надо идти дальше за реку Иордан и помогать окружающим вас племенам, вашим братьям, завоевывать и их землю тоже. А ваши жены, дети и скот, я знаю, как много у вас скота, пусть остаются в сиренях, которые я дал вам. Ну вот, получается, что дети, жены и скот, племен под названием Гад, Моносия и Рувен, Рувим, остаются здесь в уже завоеванных Богом данных землях. Когда Господь дарует братьям вашу мирную жизнь, как даровал ее вам, когда они овладеют страной на том берегу Иордана, которую отдает им Господь, ваш Бог, тогда вы вернетесь в свои наделы, которые я дал вам. В ту пору я сказал Иисусу, ты своими глазами видел, что сделал Господь, ваш Бог с этими двумя царями, то же самое Господь сделает со всеми царствами, по которым ты будешь идти. Не бойтесь их, Господь, ваш Бог сам воюет за вас. Мы видим, что как будто Господь постоянно дает какие-то уроки, вот победим сейчас Ога, потом Сихона, потом завоевываем и эти земли, потом пройдем мимо Моава, Омона и дома без ущерба, а до этого было еще событие с фараоном и так далее, и Бог постоянно учит евреев, доказывая им одну очень такую сложную для понимания истину, написанную в стихе 22, сам Бог воюет за вас. Вот и все. С вами Бог, вы исполняете его указания, поэтому вам, воинам, вам, войску, нечего бояться. В ту пору я взмолился к Господу. Господь, Бог, ты начал являться мне рабу своему, твое величие и силу руки твоей. Разве есть другой Бог на земле или на небе, которому были бы по силам такие дела и свершения? позволь же мне перейти реку и увидеть прекрасную страну за Иорданом и эти прекрасные горы и Ливан. И вот Моисей просит здесь у входа в Ханаан, у реки Иордан, о том, чтобы Господь бы отменил однажды данное ему предсказание, да, или вот свой вердикт, ты не войдешь в землю Ханаанскую, а потому что было событие в местечке под названием Мерива, где Моисей повел себя недостойно никак вождь Израилев. Это описано в книге числа, глава 20 стих 12. Но вот Моисей вроде бы уже участвует в завоевании, победил Иога и Сихона, прошел Муав, Эдом и Амон, и возможно в его сердце возникло такое чувство, что ну вот Божья, Божий гнев утолен, его приказ, вердикт можно изменить, и поэтому я могу дальше быть своим народом и войти в эту прекрасную чудесную землю, где есть и горы, и долины, и прочее. Но Господь отвечает так, но Господь гневался на меня из-за вас, это слова Моисея, и не стал меня слушать. Он сказал, довольно, больше не проси меня об этом, Божье указание непреклонно, и ты мысей тоже, как тот, кто однажды испугался, не войдешь в землю хананскую. Заиди на гору Фазга и погляди на запад, на север и на юг и на восток, погляди своими глазами, ибо не суждено тебе перейти Иордан. Гора Фазги, это есть по-другому гора Нево, к востоку от Иордан, и там можно было увидеть перед собой, как вот какой-то стол, да, все величие, великолепие обещанной Израилю земли, земли ханаанской. И вот ты можешь посмотреть, но ты не можешь войти. Но ты можешь делать что-то, ты можешь себе найти преемника, он у тебя уже есть, научи его, воспитай, дай ему последние указания, и все, твоя миссия у Моисей, миссия колоссальная, большая, она исполнена. Отдай распоряжение Иисусу, вели ему быть твердым и стойким, он пойдет во главе этих людей и сделает их владением страну, которую тебе дано лишь увидеть. В своих силах лишь одно у Моисей, это научить и наставить Иисуса новина, и дать ему какое-то наставление, увещевание, дать ему последний прощальный урок Элизавет. Мы остановились в долине близ Бет-Пеора. Оканчивается глава третья книги Второзакония Пятикнижья Моисеева. Толковали мы этот текст с порталом экзеге.ру и с вами я, священник Алексей Волочков из Петербурга. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...